Российская политическая система, она, с одной стороны, была вот такой людоедской, что зачищала себя изнутри непрерывно репрессивными методами. С другой стороны, она остановилась в своей эволюции, потому что лишала себя возможности конкурировать на каком-либо другом уровне. Конкурировать на уровне экспертного принятия решений, конкурировать на уровне образования, конкурировать на уровне пропаганды, конкурировать на уровне работы с информацией. И за 22 года она просто выродилась Потому что в отсутствие конкуренции В отсутствие какого-либо спарринга Любой человек, он будет вырождаться Это как профессиональный боксер Который всех своих оппонентов победил Но не на боксе в матче Одного он отравил К другому он подослал киллеров Третьего, значит, он выслал за границу И вот теперь стоит Свет, мой зеркальце, скажи, да все правду доложи Кто самый крутой И он говорит, ты самый крутой, спору нет Но вот 10 лет прошло, 20 лет прошло Алексей Навальный в тюрьме Борис Немцов убит Михаил Светов находится за границей И вот он стоит такой самый крутой Топахан на районе И вопрос, теряет ли форму Человек, который подобным образом избавился от конкурентов Может ли победить вот этот вот чемпион по боксу В реальном боксерском ринге Если вдруг он на нем вынужденно окажется После 22 лет вот таких вот липовых побед Нет, не может, конечно, потому что он будет не в форме Он 22 года занимался чем угодно, кроме как тренировался быть боксером И точно так же режим Владимира Путина В 22 года делал все, что угодно Кроме как тренировался в том, чтобы строить эффективную армию Эффективную пропаганду Эффективную экономику и так далее Он просто любыми способами избавлялся от конкурентов В России избавился, да, замечательно А в мир-то, в мир-то что делать? Мир-то существует по другим правилам И пока российская политическая система, она вырождается Мир двигался вперед И сейчас он продвинулся настолько вперед Что Владимир Путин вместо того, чтобы показывать боеспособность Второй по силе армии мира Покупает иранские дроны с названием Шахид Потому что без них не может победить Украину Опять же, почему? Потому что Украина не выключала себя из мирового процесса И оттачивала вот те скиллы, необходимые для конкурентной борьбы Скиллы, которые абсолютно атрофированы в России Потому что все, что умеет режим Владимира Путина Это травить оппонентов, это убивать оппонентов Это сажать оппонентов Но конкурировать с ними оно не умеет На политическом пространстве А сейчас вы удивляетесь, почему все разрушилось Но вот поэтому и разрушилось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому